всем привет я с вами не виделся дел по голову, на нашу новый год готовимся и так далее вообще уже не могу, я еле живой фактически пневмонией я кстати переболел наконец-то и так далее вот готика ремейк я его один раз уже запускал, я вам честно скажу и так случилось, что он у меня вылетел и вся запись, естественно проебалась и я так психанул и забил на это большой толстый участок решил попробовать заново там я немного прошелся, если честно вам скажу так, этот надпись я на русском не читал в 2001 году родилась легендарная серия игры готика в 2001 серия стала частью не умея по-английски читать и мы как горячие поклонники оригинальной игры стали думать экспериментировать над тем, что мы можем с ней сделать изучая различные идеи мы поняли, что его прежним культурой, но просто сделать ремейк не получится поэтому попробую новый подход переосмыслить все это чтобы убедиться, что мы выбрали правильный путь мы решили подойти к ситуации в совершенно уникальный способ мы хотим предложить вам ранний прототип игры спасите вас, все вы думаете мы хотим за эту отличную игру блять когда мы решили думать о возможности сделать ремейк готик, мы сразу же подумали об удивительной атмосфере, которая создавала глянная игра когда мы пробовали снова поиграть в оригинальный компонент насколько усталевшими будут восприниматься в наши дни ее определенные аспекты слышь блять на моем канале нахуй хоть он еще и вообще в жопе вообще в жопе то этот ну так короче серии прохождения готики считаются самые блять по просмотру самые большие так что не надо тут блять вы не я сейчас лучше блять пройду готику 1 и 2 чем проиграю в какую-нибудь современную новинку блять и так далее еще существуют очередные века так как пользовательский интерфейс и метаполем боевая система, которую даже не хвалили в те времена ага помимо всего прочего мы хотели увеличить погружение в игру и взять ее более плодоподобной но как мы могли бы добавить новые детали к этим местам не фонеральной атмосферам можно рассказать тоже самую историю добавить несколько новых ситуаций и новых мест, чтобы взять ее более плодоподобной но это и новые крутители подождите более одного часа и мы хотим шесть вас дали пожаловать в колонию снова эх нет надо новую ага а с чего продолжать то блять ах ах мертана колесный мертана объединенная королем робаром вторым во время своего подразличного управления он смог победить всех врагов своей державы ах но он судя по всему ему заебись всех кроме одного ебать какой страшный война подфоков оставила свой след и узникам пришлось платить высокую цену кролю нужны были мечи для своего войска и всех преступников независимой части их поступков всылали на рудники хорениса а чтобы они смогли сбежать кроль приказал лучшим магам колеса окружить всю долину волшебным барьером это чё за скайрим блять что-то нарушило тонкую ткань кладоста и мы стали пленниками внутри своего собственного барьера заключенные заплатили власть холениси и короля небо выбрал ему нужна борода и он был вынужден пойти на переговоры но его бывшие рабы запросили высокую цену месяц за месяцем король доставлял лужников все что они просили в обмен на руду он еще знал об этом но и представили изменить все это наш гг разработчики вступление пожалуйста чуть-чуть переделайте пожалуйста она раньше было больно атмосферным блять там реально показали как ровки пиздят толпунах показали страшного ну да ну да это блять вообще это даже не не бета это по сути просто сырая хуйня выкинули нам и на смотри смотрите как общество отреагирует на это все а а лягушка конечно долго пить Графики, блядь, хуже на этот На этот Трагонейш Инквизит Прям ваще пиздец Прям ваще пиздец Никакого риска? Порог, новое начало Роша Тебе никогда не схватит Ну конечно А теперь у меня осталось только Ты друг мой, не оружие, не еды Лишь простой свиток И мне старый покажется на вид Кто ты и как ты сюда попал Ебать Нас уже пиздят с самого начала Что за хуйня Ага А верни, посмотри наверх, блядь Лети птичка, блядь это 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 нехорошо эти скажу это очень нехорошо первый вопрос у меня почему они напали это же блин по сути поставка проклятие это по сути поставка руды ой не руды ресурсов старый лагерь это то старая подъемник чем они его разрушили я не понимаю я ценю слава богу кроме не видно у тебя и нет а то что он у тебя блин сквозь уху улетает возле тебя тебя не смущает хорошо факел зажжем эту ночь я так понимаю первый наш предмет здесь это факел что здесь происходит еще весело весь подъемник снесло блин интересно как они взорвали его получается магов огняшую призвали господи это наш гг плавать умеешь или чё за размытая такая херня господи да реально похоже на инквизицию просто колоссально вообще как будто все слизано с инквизиции вам скажу он что-то лежит вы подавать смысл нет не могу если это стартовая акации здесь можно здесь она подбирать что что только есть это готика мы должны собирать все что все говно который есть чтобы подать это ничего здесь нет по сути да здесь у нас еще стол стол книжечки кандалы стрела возьми к стрелу я выжил у меня здоровье не показано здесь у нас еще уже ничего нет да да тяжело тяжело это фанаты вас приняты вам скажу вас примут эту игру тяжело атмосферу уже не наблюдается то что закинули какой-то там у лагерь и так далее уже не видно это атмосферы граны герой уже 5 сам собой разговаривает блин это нет это не то и голоса гола на русской озвучки нет самое главное нету русской озвучки старый добрый меня зовут диего где диего то вообще блин старый старый лис блин чудо нас не по не принял здесь а она будешь потому что не пришел и делали что такое а и ладно хер с ним а уже пойти нельзя все невидимые стены пошли по ходу на блять извините я забываю что это только ранее доступа и так далее не ранее доступа жить не назовешь все равно хотя бы тень есть мальтика так нотик игра сохранена лес знаешь ничего хорошего я тебе скажу по сути это барьер да нихуя потому что котики в лесу живет всякая нечисть а у тебя в катку палка копалка даже кота крысы не отгонишь вот-вот-вот мой кау кау возьми кау уже по нашу душу куда-то припелся здесь на кто блять и чё чё у меня факел есть чё пизды получишь от кого нибудь чё то есть за хер упал хер спалки держи так так я под не узнаю и опа нифига себе кого-то забили кому-то еще больше не позже чем мне это неважно у него есть меч в спине ликер к наш пиару должен быть киркой я посмотрю я ставлю это здесь на минутку ты смотри у нас нежить любит оживлять здесь живет себе сейчас вы гораздо нужнее дай бабочка пойдем со мной кассичет он сломан в случае то лучше чем ничего с ума длинный меч теперь это и вправду больно получен достижение завыши блять ебать да глох ебать ебанутый погиб речку сам ужасная тюрьма на свете определенный это же как можно выставить сюда вывод все ебать вот я нахуй донулся блять парень парень дай поменяемся местами а как а уже как а уже доставать ебать ебануться блять глох и нахуй блять здоровый блять видели это сука еще здесь нахуй не сдох он не ушел все ящиками заложено и на кого-то еще утащил блин а он тела вижу может не стоит а мне кажется нельзя это не нравится блять какого черта чертные дела ебать а тебя не смущается не все заснится привет сиди же по беду правда братец пришел достань меч идиот ах ты сука как говоришь это ладно ты месяц отчеркать не умеешь углубляю чужая пизды получу кто-то двигайтесь чтобы изменить стойку может играть бакет трех раз направления к таким панец лево-направо бой высота к вообще бы стакан выносливость какая выносливость до готика сильно так и бог альша переключать здесь чтобы изменить стойку раздел это чувак папа папа выносливость нету ой блять ебанутая система боя вам скажу выносливость нету вообще ты хочешь сказать сейчас можно блокировать атаки в животных что случилось ты еще ждешь какие-то щелкуны же блин не падальщики а петуша гадик отсюда пожалуйста где гиев че что за плащ че где старый костюм призрака диего а где я скучал по тебе только конечно ты раньше красивее был удачи новичка получим достижения да 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 хорошо выспался это что это такое смество фауны поначалу это довольно злобный на бал на нем они более смирные конверсально они более смирные во время дня я успел убить что-нибудь себе на завтрак лучше их чем тебя верно мясо немного жестковато но вкусно лучше чем мясо на прибывшего каннибалы каннибализм диего начал заниматься что ли кстати мы не представились должным образом если сейчас будет имя у главного героя я просто охуею диего командир тени о ты повысился новая запись я о от заебись да вот эта атмосфера безымянный герой он должен быть безымянным необычный документ я его купил когда ты был в睡ом не волнуйся не волнуйся я его вернусь я его вернусь когда мы уйдем это необычный документ это необычный документ обычно эти антики попадают сюда со свитками на которых перечислены их преступления великий формат здесь не имеет смысл неважно какие представители у тебя будет достаточно время что обзороть их здесь если проживешь достаточно долго я знаю диего мы с тобой пойдем тролля валить и нас там убьют он красный на нем млаковая печать этот цвет предотвращен для магов огня хоть что-то блин от сюжета не отошли это скролл для магов это скролл для магов ЧИВА а о уф блять я сначала охуел а как выбирать то почему я почему мне выдали такого же документа я думаю я думаю они решили что он так или иначе пойдет в руки перед назад независимо того выживешь ты или нет то есть меня на убой пустили да спасибо многие новички погибают в первый же день и особенно в первую ночь особенно их первые ночи а маги очень хорошо патят тем кто собирает набирает мельцов и собирает цветки здесь есть люди превращающиеся в работу все что угодно отчаяния плохой помощник ты не такой особенный каким я себя считал да новичок типа того ну ну я должен воскликать гамезу а вчерашнее нападение на 5 мудем а что ты не хочешь ли ты меня о чем либо спросить новичок о гамезу не гамезу что ли так что почему ты мне помог почему ты мне помог вов бедой я просто проходил мне на жизнь честь через подвеснику ты должен сказаться без оружия и не имеешь шанс на победу рапира твоя известная а еще я помог тебе потому что ты новикам работа давать шанс всем новичкам и и и и и и и вновь а и и и и Кстати, неприятная стихотворка, либо единственный, кто произвелся после... Видел, как напали на поемник? На подъемник. Да. Да, мне кажется, есть его на поемник вместе с грузом. Диего, запомню это. Этот. Похоже на Эликс. В Эликсе такая. Мы все еще пытаемся выяснить, что прошу, и кто за это ответит, мне кажется, ты можешь оказываться ценным свидетелем. Когда мы в Дэш-Салатах, я должен поговорить с Гомесом. Я уверен, что рассказ его заинтересует. Угу, да и синтрижка у нас навелась. Сюжет немножко поменяли. Давай, рассказывай. Так что я должен знать об этом месте. Значит, сначала мы называем это все этой колонии и поставляем королю Руду. Крайне мере, именно это мы делаем в старом лагере. Две барреры, есть всего три лагеря. Если ты хочешь считаться живым, ты можешь присоединиться к одному из них. Естественно, клик к наемникам. Куда же мы еще пойдем с вами, в случае чего? Саракет самый большой и самый старый из трех. И, ну, часть моей работы стоит в том, что рассказывать на Эликс, что для них это самое подходящее место. Двеночек и по мегомерству он такой. Двеночек и по мегомерству он такой. Хайбель. Мист-продавитель Баронов. Он глава столагеря и самый огурченный человек колонии. Он отвечает за поставки Руды королю и поддерживает порядок в единственном цивилизованном месте внутри барьера. Он довольно странный человек с искренним вкусом, привычками, которые долго входят. Ты поймешь, что я имею в виду, когда с ним познакомишься. Ну, я видел у него пресс-туток в этом, в доме. Другие лагеря. Начинаю счет других лагерей. Послушайте, на вечер, кроме стола лагеря. Нового лагеря культа. Здесь ничего нет, только насилие и младерство. В том лагере ты встретишься с людьми из тех мест, которые смогут тебе лучше объяснить, что к чему. Интересно, какой здесь Лестер, Милтон, Горн. Как по мне, то люди из нового лагеря это просто человек воров без всяких принципов, а люди из культа помешались на всяких правках. Зато им заебись, они все лысые в татуировках. Как видишь, я говорю с позиции абсолютно беспрестрачности. Ну, лук лежит, смотри-ка. Тоже, наверное, твой лук, Диего, да? М. Как найти мне старый лагерь? Иди по этой тропинке, за поляной, за старым деревом. Ты увидишь, что живой после забошенный водник. Через него ты можешь попасть в лагерь. Однако дверь запирает по соображениям, без следователя поклопок, и не вкажу открытие. Отправляйся туда после завтрака. Можешь пойти со мной, если захочешь. Допустим, я захочу присоединиться к сторонам. Что я должен сделать? Мне со временем, это была бы замечательная новость. Ты должен будешь пройти к воротам замка. Ты должен по имени Торо. Скажи ему, что это я тебя прислал. Торос не на свете, но дело свое знает, что он скажет тебе, кому нужно угодить, чтобы тебя приняли. Ну, так-то по сути мыть этот, немножко, как-то так необычный облик у него, я скажу вам. Давай, дели. Спасибо тебе большое, у меня больше нет опасностей. Не засчитайся, а с радостью помогаю новеньким. Эй, ты неплохо провел себя в драке, но без оружия никакого толку не будет. Не грубишься, что ты лук отдашь мне. Дороги подают разлики, и глупо чествуют безоружные. А, это его лук. Начни с осмотра зоны обедной, рядом с подъемкой не занимаешься, что там найдешь как-то что-нибудь полезное. Я уверен, что ты найдешь что-нибудь полезное там. Когда ты получишь десантный лагерь, и вместе отправимся в старый лагерь. Лагерь Диего. Должен вам сказать, я немножко, как сказать, блядь. С ведением боя, блядь, немножко разочаровался. А че он делает? Ух, отстреляешь? О, нихуя там у него мишени, ебать. Вынуждливо сесть, вижу. Нихуя. Так, ну мы не сюда пойдем, мы пойдем туда. Так, давайте сейчас сохранимся. Че это? О, дебись. Лечение мира, убежать быстрее, это я узнаю. Выносливость. Ага. Подкрадывание, эц, карабкание, ага. Дебись. Сейчас немножко побегаем еще и серию на этом завершим первую. Чербаника. Нише ничего. Нихуя. Додумались, блядь. Получен достижение, молодеж. Додумались, наконец, не приходится его убивать так, блин. Ага, я могу наверх и вниз пойти. Только наверх. О, да. Хм. Я думаю, прыгать не стоит. А здесь есть? Аааа. Как сказать? Вес. Нету. Заебись. Зажигать. Какой вес, блин. Хуя. Опа. Опять. Это проблема. Извечно спускаться. Медленно, 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 медленно. Незнакомая проблема. Открыть справочник. Нужна кирка? А, типа, разъебать его? О, надо. О, вот наше второе оружие будет. Кирка. Я кого-то там оставил. Я кого-то там оставил. Я кого-то там оставил. Я кого-то там оставил. Ааа, он может взвеситься. Хочешь, пусть спринт добавили? Как все успокоилось, а? Смотрите, что у нас внизу. Уже сундук есть. Наверное, тоже кирка нужно будет. Пуставлю, вот так. Получим новый предмет. Дай-ка, вниз сходим. Могу бросить, я с мейка не могу скинуться, блядь. Опа. Можна херка, блядь. Так и знал. Можно было не спускаться, время не тратить. Опа. Кто? Волки, блядь. Одного вымой не смогу, нет? Чего, блядь? Где сать оружие? Идите нахуй! У-у-у-у. Вульф и Штейны, блядь. Ну вас нахуй. Дано бегут, нет? Мойка, блядь, на годку прыгнул мне, годку чуть не перегрыз. Ой, на годку прыгнул, блядь. На спину, блядь. Этого я не ожидал. Подожди-ка, а как управление? Понял, принял. Ща я кирку найду, блядь. Ебальники вам сломаю. Ага. А, зеленым светишься, заебись. Ну, по идее, если они доведут игру и графику до ума, я не графа дрочер, конечно. Я не графа дрочер, конечно, но немножко надо подкорректировать световую гамму. Это чё за скотина здесь стоит, блядь? Кайден, блядь. Интересно, думаю, Гомес без этого обойдётся. Привет. О, привет. Я не смотрю, кто подошёл. Я ищу следы вчерашнего нападения. Я смотрю на... ...вы... ...вы... ...клубы... ...вы... ...вы... Ясно. Вы представляете, если не разбавится Гомес начать терпение, а у меня полно более важных дел. Значит, тебя зовут. Я Кайден, охраняю зону обмена. На этой неделе я работал в утреннюю смену. Это Руф, точнее, то, что от него осталось. Пиздец, я умшусь работать, начну смену так, что можешь себе представить, как мне повезло. У него, я вижу, меч в груди. Теперь мне пристает выяснить, что ты учёшься с собой то, что ещё может пригодиться в старом лагере. И пытайся восстановить, что ещё может быть полезным для старого катастрофа. Какие у тебя срочные дела? Видишь, я в старом лагере, нельзя доверять никому, особенно тем, кого ты называешь своими друзьями. Два таких друга, Сарус и Берика, сплошные ощущения, что они пришли отправиться сюда и украли у меня очень ценный амулет. Они знают, что он мне очень долг, но не готов подать родную мать ради торговли рудой на чёрном рынке. Ага, как, блядь, сука. Кто эти старые друзья? Они не просто были мои, на самом деле это мои бывшие деловые партнёры. У нас возникли разногласия, в конце концов мы решились вновь дело, но я и не думал, что они посмеют обокрасть меня. Глаза, открой глаза, открой глаза, что у тебя за лицом? Господи! Как выглядит амулет? Глаза, открой глаза, что он сделает из металла и изображает бога Аданоса. Никаких игровь, никаких камней, никаких волшебных свойств, но он не представляет большой ценности и украли только для того, чтобы досадить меня. Награда? Да, да, всё, посмотри, если я помогу, что ты дашь мне взамен. Деловой человек, вот такой у тебя подход. Ты мне нравишься, скажи мне, что ты ищешь и что тебе нужно, давай начнём с этого. Ну, не помешал хороший меч, оружие которого кузов заполучить всю подготовленную хозяину, если понимаешь, о чём я. Хех. Ладно, ладно, ничего не скажу, Гомеш, если ничего не скажешь, что о нашей маленькой сделке идёт. Я не скажу Гомет, тогда, если ты не скажу никому об этом, об этом. Хорошо? Хорошо, мы согласны. Где я могу Сесаруса и Беринга? Кстати, где я могу найти Сарас и Беринга? Я думаю, Талюшка Хрисула, у нас тоже опасные люди, и ты должен быть готов ко всему. Дай мне кирку, блядь, а я кирку и любому башку проколю. Ага, а мяч сейчас нельзя взять, да? Угарившая книга. Давайте сейчас это всё место осмотрим. Сука, спалил, блядь. Ну ладно. Новичок сейчас называется, тоже, блядь, меня новичок называет. Сейчас это осмотрим место. И на этом серию завершим, наверное. Отмычка. Заебись, у нас есть отмычка. Стрела. Опа. А, сейчас это всё можно было поднимать. Опа. Чего? Опа. 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 Еще мясные жуки. Собираем всё что можно, как говорится. 10 классе на сейчас чего писать серьезно важная функция важная еще ради этого я отключусь использую что пописать прийти блин мы так и заль не сглазов блять нахуй двоится блять нахуй немножечко блять а здесь еще цветовая гамма блять не очень подобраны спас мечик кирку я так и не нашел в жух где по голову блять а ну-ка вот это все лишь завершать а это уже что-то вообще понимаю уже разыгрались спасибо всем кто смотрел всем пока увидимся в следующей серии